Сдать 10-ю школу в эксплуатацию обещали еще в середине августа, чтобы 1 сентября дети пошли учиться в обновленное здание. Однако сегодня на календаре 16 августа, но мы видим, что ремонт все еще продолжается. Давайте посмотрим, что происходит внутри. На входе торчащие провода, гора песка, разложенные мешки со строительными смесями, снующие рабочие с тележками. На первом этаже работа кипит вовсю. Тут и там видны вспышки от сварочного аппарата. Как нам пояснили строители, на втором этаже ситуация с ремонтом получше. Давайте посмотрим, что сделали уже там. На втором этаже стены оштукатурены и готовы к покраске. Пол залит. В оконные проемы вставлены новые пластиковые окна. Осталось закрыть потолок, положить линолеум и провести необходимый косметический ремонт. На третьем этаже в некоторых кабинетах уже покрасили стены, укладывают линолеум. А вот фасад здания практически готов. Фундамент укрепили, стены утеплили, трубы подвели. Однако вокруг всюду лежат кучи песка и строительный мусор. Напомним, школу номер 10 досрочно закрыли на капитальный ремонт из-за трещины в стене спортивного зала в марте 2017 года. Деньги не выделяли больше года и, наконец, в июне 2018 вопрос финансирования был решен. Конкретные сроки окончания работ губернатор региона Глеб Никитин озвучил во время визитов в Саров 22 августа 2018 года. Я поставил задачу, чтобы глава города и руководство города и Министерство образования держали полностью процесс на контроле, что 1 сентября 2019 года можно было запустить уже образовательный процесс. Согласно опубликованному 13 августа пресс-релизу на сайте администрации Сарова, основные причины отставания от сроков – это отсутствие в распоряжении подрядчика достаточного числа специалистов, задержка конкурсных процедур и недоработки проектной организации из Самары, выбранной в результате электронного аукциона. Ну что ж, в принципе, понятно, что за оставшиеся две недели выполнить весь объем работ на объекте, в принципе, невозможно. И большой вопрос, куда пойдут учиться ученики 10-й школы 1 сентября. Мы отправили запросы в администрацию с просьбой прокомментировать, когда же окончательно будет сдана школа и как будут учиться ученики 10-й школы, которые 1 сентября опять не попадут в родные стены. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.